Ну если сравнивать протезирование, то есть ампутация конечности и протезирование, как люди говорят, ну врачи некоторые утверждают, что это дешевле и надежнее, то это ложь. Почему? Потому что если подсчитать два протеза, нормальных протеза, мне обошлись бы уже в районе миллиона гривен. Потом надо обслуживать эти протезы со временем. В случае, если я поправился или попугал, идет замена протезов. То это соответственно, ну уже не миллион там, это может быть немножечко дешевле, но тем не менее. Плюс оплачивание неинвалидности. Это все с государственной бюджет. А лечение, как ни кредит, как ни подсчитывать, то это все обошлось до полумиллиона, к примеру, группа воровья. У кого какая травма там. У кого больше, у кого меньше. Ну все-таки уже даже при этих цифрах, что я назвал, мы явно видим, что в лечении отходится намного дешевле. А плюс, насколько она упрощает жизнь человеку на собственной ногах. Даже учитывая того, что правая нога у меня будет являться уже биологическим моим протезом. То есть она не будет выполнять функцию, как мать природа дала. Но тем не менее, она моя, я ее чувствую, мне не надо ее менять, мне не надо за ней ухаживать, мне не надо ее обслуживать. То есть даже при всех своих сопоставлениях и комфорт для меня. Потому что на протезе ходить, как показывают нам, это не так легко, как в жизни со стороны. Потому что там есть куча разных нюансов. Даже вручка того, что люди, которые ходят через боль, не меняя протез, идет повторная ампутация, повторное формирование пути, повторное изготовление протеза. То есть если думать и не знать весь этот отоплодный мир протезирования, то можно взяться за боль. Однозначно лечение, даже по новым технологиям, как бывает, то это выйдет дешевле и государству, и намного лучше для пациента.